Как правильно заполнить карточку для Валберис, так чтобы это было быстро и ты не получил штраф? В этом видео я покажу тебе пошаговую инструкцию по заполнению карточки, заполнению характеристик и различных нюансах, связанных с этим. Поэтому давай приступать, меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсах, поехали! Для начала нам нужно выбрать карточку, которую будем заполнять. Выберем вот такой вот картридер, который я уже продаю на Озон, и возьмем его карточку на 1688, для того чтобы в дальнейшем взять отсюда фотографии. Также я заранее открыл свою карточку на Озон, где также будет все, что мне необходимо, и категория, которая плюс-минус будет похожа, и название, и все остальное. Теперь мне нужно просто перейти в свои товары на Валберис, нажимаем здесь «Карточка товара», после чего отсюда мы можем работать с нашими карточками, изменять их, удалять, опять же добавлять новые. Нам же с тобой нужно будет нажать кнопку «Добавить». Здесь есть варианты того, как мы можем это сделать. Мы можем добавить товар единично, мы можем добавить сразу много товаров с помощью шаблона в Excel. Если тебе это будет необходимо, то вот здесь вот ты найдешь инструкцию. Давай вернемся назад, нажмем снова «Добавить» и выберем единичный товар. Нажимаем «Создать товар». Далее нам нужно понять, какой идеальный SEO-заголовок будет для нас конкретно под эту карточку, потому что даже если ты продаешь, как в моем примере, товар уже на Озон или на Яндекс.Маркете, на Валберис все будет немного отличаться. Поэтому первое, что я тебе советую сделать, это как минимум найти конкурентов, по которым ты сможешь уже понять, какая это категория, какие основные характеристики они используют и какие ключевые запросы у них в топе. Поэтому попытаемся найти такой же картридер, как у нас, но прям такого же нету, поэтому возьмем просто что-то, что будет подходить под наши критерии. Здесь, благодаря расширению SalesFinder, мы видим самое главное. Мы можем перейти в запросы и посмотреть здесь полный отчет. Нажимаю «Скачать» и уже в Excel вижу то, по каким запросам, на какой позиции по дням находится, допустим, этот продавец, у которого на текущий момент основная выручка, ну, конкретно по тому запросу, который вводил я. Здесь мы видим то, что основной запрос – картридер, он высокочастотный. Это не самый лучший ключ для того, чтобы его использовать, но в любом случае его мы также будем брать. Здесь мы видим то, что он еще ищется как флешка, что нам абсолютно не надо. И, в принципе, смотря на эту выдачу, мы можем понять то, что основной для нас – это картридер, картридер microUSB, который находят благодаря этому тоже часто. Мы видим то, что он на четвертой позиции, и, в принципе, эта позиция, хоть иногда и уходит, но она тоже нормальная. Картридер универсальный, и дополнительно мы видим картридеры Type-C, USB и так далее. То есть то, что мы можем понять вот так вот бегло, не запариваясь с SEO, это как минимум то, что нам нужно прописать основу. Это то, какие порты будут в нашем картридере. Тут нужно понимать, для чего это необходимо сделать. Потому что твой заголовок на Wildberries, как и, в принципе, на любом маркетплейсе, это основа того, как поисковые алгоритмы будут находить твой товар. То есть то, насколько он будет совпадать с запросом покупателя, будет играть немаловажный фактор того, что именно твой товар могут найти по определенному запросу. Отсюда же мы выяснили самое главное. Давай вернемся на зону и посмотрим то, как сейчас у меня выглядит заголовок. Опять же, универсальный картридер, USB 8 в одном, для того, чтобы человеку сразу было понятно, что это все сразу. И здесь дальше мы видим то, что у меня это уже все перечислено. Поэтому здесь конкретно я могу просто взять заголовок со зона и вставить его на Wildberries. Здесь он может такой не пропускать, но конкретно сейчас он спокойно это принял. Мне сразу предлагают выбрать категорию. Ее тоже смотри внимательно, потому что если ты продаешь, даже иногда кажется, какой-то достаточно понятный товар, вот, допустим, чехол для ключа, то категории может быть абсолютно разная. Кто-то может продавать в категории брелок для ключа, кто-то может продавать в категории чехол для ключа, а кто-то чехол на машину, допустим. И все эти категории могут быть доступны для тебя. Но нужно выбирать, исходя из того, что максимально релевантно к твоему товару. Мы же здесь заранее можем пролистать вверх и посмотреть то, что конкретно этот, например, товар находится вообще во внешних накопителях. Скорее всего, именно поэтому его в том числе воспринимают алгоритмы как флешку. То, что мы видели с тобой в отчете по запросам. Мы же так с тобой делать не будем. У нас именно картридер, пускай и для карт памяти и флешек, поэтому мы оставим именно картридеры категории. Далее артикул продавца. Это именно твой личный код товара для того, чтобы тебе в дальнейшем было просто его опознать. Ну, условно, скидываешь менеджеру вот такой-то код. С этим товаром нужно что-то сделать, чтобы не писать, какой конкретно из 10 карт-ридеров, которые ты продаешь в своем магазине, тебе необходимо сейчас исправить. Поэтому здесь мы можем всегда писать, как делаем мы, например, название магазина и персональный код товара, например, 1001. Справа Wildberries будет показывать нам то, что можно улучшить карточки. Например, мы видим, что название слишком длинное. Посмотрите, можно ли сократить без потери смысла. Лишние подробности, например, и так далее. Вначале мы можем попробовать это все пропустить, но, опять же, в дальнейшем не стоит забывать, потому что свою карточку все равно нужно менять ради тестов, делать оботестирование с различными гипотезами, и тогда будет немного более эффективно, когда ты будешь смотреть это все на примере реальных продаж, на примере того, какая у тебя конверсия и так далее. Пока что оставляем как есть. Далее идет бренд. Здесь нужно заполнять твой бренд. Опять же, тут тоже нужно уточнить, что Wildberries, например, у тебя не будет просить документы на старте. То есть теории Apple тебе, конечно, не дадут взять, но ты можешь случайно выбрать то название своего бренда, которое уже кому-то принадлежит, что закончится для тебя в лучшем случае тем, что тебе напишут бренд и попросит его сменить, худшим судебным иском. Поэтому обязательно с помощью онлайн-сервиса проверяй, используется ли это название уже кем-то, и в идеале вообще со временем регистрируй свой товарный знак, как, допустим, это делали мы, для того, чтобы точно быть защищенным вот по этим фронтам. Далее цвет. Опять же, у нас цвет черный. Здесь не нужно ничего придумывать, я это так и напишу. После у нас идет описание. Как сделать SEO-оптимизацию, я все подробно рассказывать не буду, но если хочешь такое видео, где подробно расскажу о том, как делать SEO-оптимизацию под Wildberries, то напиши в комментариях под этим видео. Кстати, также не забудь поставить лайк и подписаться на этот канал. В ближайшее время будем больше делать видео абсолютно о разных маркетплейсах, и на Telegram-канал подписываться не забудь. Там каждый день практически опыт с полей по продажам на маркетплейсах, по тому, как искать товары, и, в принципе, там выходят уведомления о новых видео, поэтому не пропустишь. Ссылка будет в описании и доступна по подсказке на экране. Давай переходить назад. Я же описание возьму сейчас просто со зона, для того, чтобы у нас это было как пример. Далее у нас идет баркод и цена. Цена. Тут мы можем выставить все, что угодно, потому что в любом случае потом ценой мы можем манипулировать с помощью акций, ну и дополнительно поменять ее в любой момент. Поэтому я могу написать, например, 800 рублей баркоды. Их может быть несколько. Если ты уже продаешь на другом маркетплейсе, то гораздо проще зайти на тот же Озон, например, нажать здесь назад и скопировать тот баркод, который у тебя уже действует для того, чтобы на всех твоих карточках был одинаковый баркод. Если же ты не продаешь на другом маркетплейсе, вот здесь мы можем плюсик нажать, то тогда делаем немного проще. И нажимаем сгенерировать баркоды, и после этого он тебе создаст новый. Вот нажимаем. Все, у нас наш баркод готов. Я же выберу тот, который я уже использую. Далее идут габариты упаковки. Это очень важно. Это не габариты товара. То есть если у тебя товар 8 на 1 сантиметр, условно, то тогда это не значит, что здесь надо писать то же самое. Нужно написать то, какой он уже в итоге в коробке, в пупырчатой пленке и так далее. Для того, чтобы система правильно посчитала твою логистику, но и не начислила тебе штраф, если вдруг ты соврешь ей. Поэтому я же напишу сейчас это просто как пример. Товар в высоту давай мы напишем 1 и вес товара с упаковкой. Это тоже важно. Напишу, допустим, 50. Далее идет документ, подтверждающий качество. Тут нужно понимать, что если ты продаешь товары из категории одежда, обувь и так далее, тебе нужен честный знак. Поэтому так просто закупить одежду на 1688 и легально сделать этот честный знак не выйдет, только если ты изначально будешь закупать у доверенного производства. И это будет не 1688. У меня же товар, например, без честного знака, но все равно мой товар требует либо сертификации, либо декларации. Что такое сертификация и декларация, мы уже рассказывали в другом выпуске. Здесь остановлюсь тезисно. Сертификация. Это когда ты будешь платить сертификационному центру, и он будет вместе с тобой делить ответственность за твой товар. И стоит такой сертификат сильно дороже, чем декларация. Потому что декларация, это по сути, ты тоже идешь в сертификационный центр, но только вся ответственность за товар в дальнейшем будет лежать на тебе, если с ним что-то случится, если что-то случится с покупателем. Ну, например, продаешь химическую промышленность, и у твоего покупателя ожог, а он на тебя подает в суд. Поэтому решение о том, какую документацию делать на свой товар, ты принимаешь самостоятельно, и в идеале просто нужно проконсультироваться с сертификационным центром. Я же здесь конкретно сейчас ничего этого не выбираю, и далее мне нужно нажать «Создать» и «Завершить». Здесь же у меня будет самое интересное, откроются характеристики конкретно моей категории. Они будут отличаться в зависимости от товара, поэтому здесь я тебе буду показывать для примера. Мы видим то, что у нас есть, например, количество вентиляторов в комплекте, у нас в картридере их нету, и КПТУ, если непонятно, то научный знак вопроса и показано, только для продавцов из Узбекистана. Модель, здесь ты можешь написать свою, например, допустим, 8 в 1, мы можем здесь написать в том числе и что-то свое. После чего интерфейс, выбираем то, какой у него он изначально, то есть смотрим вот на эту часть, у нас интерфейс USB, который идет в комплекте, поэтому мы можем здесь так и написать. Опять же, пишем USB, и опять же, если тебе что-то непонятное, то ты просто на клиентском сайте вводишь картридер, находишь картридер, который в нужной категории. Но здесь, кстати, скорее всего, просто клиентская категория, да, она совмещена с картридерами, поэтому мы видим, что они все вот здесь вот находятся. Это со всеми маркетплейсами работает одинаково, что для клиента категория одна, для тебя другая, поэтому иногда бывает даже немного сложнее. И дальше мы уже тут можем посмотреть все характеристики и описание, и мы видим то, что модель картридер, переходник, то есть мы видим, как, допустим, продавец использовал это поле для того, чтобы дополнить свою оптимизацию. После чего мы видим гарантийный срок, поддержка карт памяти какая идет, мы видим питание идет от чего там, USB и так далее, интерфейс USB внешний универсальный. Вот это то, что, допустим, подойдет нам. Поэтому мы можем писать что-то такое, то есть пишем здесь USB, дополняем это все внешний, чтобы это было как у конкурентного и универсальный, например. То есть я это сюда заполняю, универсальный, готово. После чего здесь ты заполняешь все, что относится к твоему товару. Если непонятно, что заполнить, подсматриваешь у конкурентов, это нормально. Самое главное, не копируй основные вещи один в один, то есть, например, если у тебя совсем другой товар, то глупо копировать какие-то там, допустим, входы, которые есть. Просто пиши честно о своем товаре для того, чтобы покупатель это видел не просто как набор текста, который ты туда запихнул, просто чтобы у тебя с оптимизацией было лучше. А спойлер, лучше она не будет, потому что конверсия у твоего товара будет хуже, когда его будут находить по другим запросам и по итогу он будет не нужен. А так, чтобы покупатель, смотря на те самые характеристики, мог понять, этот товар подходит ему или нет. Далее мы можем пролистать это все. Видим снова здесь баркоды. Опять же, можем пока что сгенерировать, просто чтобы он был. Документы на товар. И после чего сюда мы можем загрузить файлы, которые будут у нас для фото и видео. Поэтому я возьму какую-то карточку с 1688. Опять же, можем взять вот эту. Нажимаю здесь скачать. И давай сделаем очень простую инфографику. Вот примерно такую, как у меня располагается на Озон. Для этого я зайду в Figma. Нажму Frame. И после чего мне нужно здесь будет создать 1200 на 1600 мое разрешение. Мне останется сюда вставить фотографию моего товара. Делаю максимально побольше. И вверху, и внизу у меня будет текст, который я могу накидать. То есть просто выбираю здесь текст и пишу, допустим, картридер. Делаю его немного больше здесь. Картридер. И после этого мы можем также написать чуть ниже 8 в 1. А ниже еще я бы мог написать, допустим, то, какие у меня конкретно входы будут использованы в этом картридере. Здесь, допустим, текст немного пожирнее. Здесь текст мы можем также сделать чуть более жирным. И выбрать ему какой-нибудь уже более предцвет, который бы отличался. То есть, например, что-то такое. После делаем так, чтобы справа у нас были, когда плашки, они не так сильно мешали нашему товару. И нам бы оставалось внизу написать что-то подробнее. То есть вот такая карточка для теста какого-то товара неконкурентного, то есть явно не детских игрушек, не одежды и так далее, где будут еще описания внизу, она подойдет. Потому что если мы посмотрим, что у нас есть по конкурентам, давай мы вернемся назад, то узнаем то, что вот, например, основной конкурент, у которого ровно такая же инфографика. И это нормально, потому что в некоторых категориях инфографика не так важна, как, допустим, в этой. Но, опять же, если продаешь товары высоко, конкурентная категория инфографика будет для тебя необходима. А для того, чтобы не искать хорошего специалиста, кто может сделать инфографику, SEO-оптимизацию, и в том числе иметь под рукой хороший фулфилмент, который упакует в два раза дешевле, чем в среднем стоит упаковка в Москве, просто подпишись на телеграм-канал нашего агентства. По ссылке в описании там же будет и телеграм-бот для просчета стоимости. Более подробно увидишь в рекламе через одну секунду. Каждый день помогаем увеличивать ваш доход на маркетплейсах. Подбираем товары для успешных продаж. Создаем инфографику, SEO-оптимизацию, видео и рич-контент. Упаковываем и доставляем на склады в среднем за 23 рубля за штуку. Юлип – это агентство фулфилмент и обучение. Ссылка в описании. Далее нам останется взять ту карточку, которую мы сделали по ТРПС, после чего экспортировать ее в нужную нам папку, нажимаю «Сохранить» и перехожу назад на Валберит, здесь нажимаю «Выбрать» и загружаю мою фотографию. Опять же, загрузить можно хоть 10 фотографий и 2 видео. Чем больше ты это сделаешь, тем больше вероятность того, что покупатель примет решение в пользу твоего товара. Тут важно только одно – когда ты будешь создавать себе инфографику, пойми, что твоим покупателю не нужны вот эти вот сверхнеоновые штуки. Самое главное, чтобы это выглядело стильно, чтобы весь текст считался, и его не было слишком много. Потому что, допустим, вот здесь попробуй ты разбери, где что гораздо лучше было бы, если бы они сделали аккуратный и красивый дизайн, который можно было бы прочитать. Ну, допустим, даже вот это, хотя именно как дизайн, это не самая лучшая работа, но с точки зрения понимания того, какие функции исполняет этот товар, это очень хороший пример. И после чего поправляем наше описание так, чтобы оно было до 60 символов. Нажимаю «Создать» и «Завершить». Готово, наш товар создан, и после этого мы можем делать отгрузку с ним. Нам остается теперь только понять, как это все редактировать. Для этого ты переходишь в раздел «Товаров». Здесь пока что еще фотография не подгрузилась. И нажимаешь вот эту вот кнопку. После чего попадаешь на то же самое поле. Кстати, фотография у нас не догрузилась, поэтому мы можем сделать это сейчас. И здесь в дальнейшем ты можешь делать все, что тебе необходимо, в том числе смотреть полную аналитику по товару. А после того, как мы это отредактировали, настроили, нам остается только изменить наш рич-контент, точнее создать его. О том, как это сделать, рассказывать здесь подробно не буду, так как мы уже сделали это на другом канале. Ссылка на пошаговую инструкцию по тому, как создать рич-контент на Wildberries будет в описании и доступна по подсказке на экране. Пока!